МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для нашей команды забитые мячи в последнее время очень тяжело даются. Есть победа. Футболисты Могилевского Днепра обыгрывают аутсайдера чемпионата. Это первая виктория команды Александра Сиднева за последние три месяца. Бобрусская Белшина стремится в высшую лигу. Футболисты забивают мячи, команда поднимается вверх по турнирной таблице. Забивают и в Осиповичах, но этого не хватает, чтобы побеждать. Подробнее о результатах наших команд и успехах в других видах спорта расскажем в обзоре. Объявлен чемпион Могилева по футболу. Илья Соболев знает, кто это. Репортаж с последнего матча сезона. В субботу, 2 сентября, телеканал «Беларусь-4 Могилев» приглашает на Большой день физической культуры. Проведем праздник вместе с вами и любимыми фитнес-клубами города. В один из них заглянула моя коллега Елена Соловьева. Все подробности в сегодняшнем эфире «Спорт-М». Всем привет! О новостях спорта в ближайшие 15 минут расскажем и покажем в передаче «Спорт-М». И начнем выпуск с радостного события. В футбольный Днепр из Могилева вторую игру к ряду набирает очки в матчах чемпионата Беларуси. После безголевой ничьи с минскими «Крумкачами» наша команда справилась с аутсайдером первенства «Новополоцким» нафтаном. 1-0 победа. Гол на счету Сергея Доценко. Могилевщане укрепились на 11-м месте в турнирной таблице. Для нашей команды забитые ничи в последнее время очень тяжело даются. Но тем не менее, я очень рад, что мы наконец-то победили. Я очень рад, что игроки отдали все силы на поле. В очередной раз могу это констатировать, что они не благодарны души на кигре. И вновь победа в следующем туре движения вверх днепровцам не даст. Зато сможет остановить на этом пути ближайшего соперника Днепра – Жодинская торпеда. Игра с ними пройдет на домашнем стадионе. «Спартак» принимает команды в пятницу. Стартовый свисток прозвучит в 7 вечера. Продолжаем выпуск. На выходных прошел чемпионат Республики Беларусь. По лыжным гонкам катались на лыжероллерах. Команда Могилевской области заняла второе место. А в личном зачете Александр Воронов стал серебряным призером в спринте. Поздравляем. Об остальных успехах наших спортсменов расскажем в обзоре. В польском Сопоте прошли международные соревнования по легкой атлетике. Наша юная могилевчанка Кристина Тимановская быстрее всех пробежала 100-метровку. Напомним, она является серебряным призером молодежного чемпионата Европы. И на турнире в Польше Кристина улучшила свой результат на 0,08 секунды. В Заславле прошли Олимпийские дни молодежи по гребле на Байдарках и Кануэ. Могилевская область в командном зачете на пьедестал не поднялась. Место только шестое. Зато в личном зачете домой участники привезли 3 золотых и 2 серебряных медали. Далее кратко о делах двух футбольных клубов области, которые выступают в первой лиге чемпионата страны. Очередной уже 18-й матч в сезоне Сиповичи играли на выезде против Лиды. До этого тура у обеих команд было по 16 очков. Соперники находились в непосредственной близости от зоны вылета. Поэтому каждый хотел победить. Гости, забив в самом начале, стали близки к своей виктории, но гости отыгрались до перерыва, а во втором тайме Осиповичи, можно сказать, забили сами себе. Этот гол надломил гостей, хозяева. Забив еще раз, установили окончательный счет в игре. 1-3 поражение Осипович. Команда по-прежнему в шаге от зоны вылета. По-другому складываются дела у Бобруйской Белшины. Задачу выхода в высшую лигу никто не отменял. И если в начале сезона команда регулярно теряла очки, чередуя ничейные результаты с поражениями, то начиная с 12-го тура количество проигрышей пока остается неизменным. Очередной матч команда проводила на выезде против Минского «Торпеда». Забив три и пропустив один, Белшина вновь победила. Еще больше сократила отставание от лидеров чемпионата. В эту субботу у поклонников Бобруйского клуба будет прекрасная возможность поддержать любимую команду. Игра, как говорят, за шесть очков пройдет на местном стадионе «Спартак», в шесть часов вечера. Соперник – Белшина-Гомельский «Локомотив». Если удастся победить гостей, хозяева обойдут их в турнирной таблице и разместятся после 19 туров, как минимум на четвертом месте турнирной таблицы первой лиги. Учитесь побеждать и уже совсем скоро, в субботу, 2 сентября, здесь, на набережной реки Дубровенко в Могилеве, вы сможете лично познакомиться со звездами спорта. Большой день физической культуры пройдет здесь в третий раз. Вас ждет масса спортивных активностей и конкурсов, а заодно и призы. Главное – знать ответы на вопросы. К примеру, на тот, который на днях могилевщанам задавала моя коллега Екатерина Балукова. Всем привет! Это программа «Спорт М» и мы снова проверяем горожан на знание правил различных видов спорта. А сегодня вопрос простой. Вы должны назвать как можно больше видов спорта с окончанием на «бол». Футбол, волейбол, баскетбол, бейсбол. Сейчас больше не скажу, я назову больше. Футбол, баскетбол, волейбол, гандбол, страйкбол. Футбол, волейбол, баскетбол. Что у нас еще на бол? Пионербол. Да, может так. Еще что. Волейбол. Вы говорили уже. Пинбол. Да. Экстремальный спорт. Да. Страйкбол. Да. Еще забыли один, когда бросают мяч. Что-то типа боли. Гандбол. Правильно. Нужно назвать как можно больше видов спорта с окончанием на «бол». Волейбол, футбол, баскетбол, пинбол. Я, наверное, больше не знаю. Пинбол. Страйкбол, хардбол. Хардбол – это что? Ну, что-то вроде пинбола. Волейбол, футбол, гандбол, баскетбол. Ну, наверное, все. Ну, не все. На подробности. Когда стреляют. Стреляют? К болу, конечно, отлично. Никакого, но… С окончанием на «бол». Страйкбол. Бол. Пинбол. Ну, все. А «бол», в общем-то, что значит? «Бол» – мяч. Правильно. Спасибо огромное. Доброго дня вам. Так забивают чемпионы. На Могилевском стадионе «Локомотив» заключительная игра чемпионата города по футболу. За его награды боролись 12 команд. Главный претендент на золото определился с первых матчей. Им стал дебютант турнира «Мокфтор Чермет». Тяжело, это кажется, что счета иногда бывают такие. А сначала и борьба идет до конца, и все. И некоторые команды, вот Кадина, стали всей командой сзади никак не забить. Вот и сыграли 0-0. Бывало так, вот «Арсенал» выиграли на последних секундах, минутах. Только так. За весь чемпионат «Мокфтор Чермет» не познал горечь поражений. В последнем туре отобрать очки у лидера пытался Могилев Зеленстрой. Дубль Александра Гаврюшко предрешил исход матча «Победа 7-1». В нынешнем сезоне экс-игрок Днепра выступает за перволиговую «Оршу» и поддерживает форму в чемпионате города. Чтобы «Селенки» еще оставались играть, и так как одна-две тренировки этого мало, заявился побегать за Могилев Чермет, и мини-футбол с ними бегаю. Много друзей, поэтому. Футбол другой, но здесь и напарники другие, и соперники другие. Поэтому, конечно, не каждый даже в своей команде играл на таком уровне, например. Поэтому с ним тоже как-то нужно налаживать язык футбола. Ну, ничего, интересно. На ваш взгляд, как бы эта команда смотрелась на уровне области, может быть, второй лиги республики? Однозначно не потерялась бы. На области я участвую, на области за команду «Горки», ну, я думаю, примерно одного уровня. Ну, у нас, сколько, наверное, человека два-три в той команде тоже играет. Вот, и, соответственно, и во второй лиге мы бы мальчиками для «Битя» однозначно не были бы. Об этом в клубе уже думают. А пока команда готовится к мини-футбольному сезону. МОК в Торчермет поборется за Кубок города и дебютирует в высшей лиге чемпионата Могилева. Два года назад вот здесь, на набережной реки Добровенко, прошел первый большой день физической культуры. 2 сентября мы, команда телерадио компании «Могилев», снова ждем всех, для кого спорт и физическая культура – важная часть жизни. В гости на спортивный праздник приедут профессиональные спортсмены и свои направления представят детские спортивные школы. Так что родители, есть уникальная возможность подобрать своему ребенку секцию по интересам. Ну, а обо всех новинках здорового образа жизни мы узнаем от Могилевских фитнес-клубов. По традиции они представят свои программы на большой сцене и ворк-аут-площадках. Кстати, они уже готовятся, поэтому предлагаю заглянуть на тренировку «Фитнес-клуб «Авантаж». Да-да, это фитнес, пол-дэнс называется или танцы на пилоне. Подтянуться, растянуться и подзарядиться хорошим настроением сюда приходят эти девушки. Не имеет значения ни возраст, ни размер одежды. Имеет значение только ваше желание, потому что это направление формирует выносливость, формирует тело, формирует сознание возраста даже, между прочим. Поэтому все, кто приходит, даже может либо старше, становятся моложе. Вперед грудь, назад. Не пружиним. Развернули носочек и упали вниз. Прежде чем забраться на пилон, грамотный инструктор предложит вам разогреться. Обратите внимание на одежду. Никаких тебе шортиков мини и коротеньких топов. А вот после разминки не запрещается и даже рекомендуется, чтобы сцепление с пилоном было максимальным. Страшно? Это уже, кстати, полспорт. Ну, чтобы научиться хоть что-то делать, достаточно одного месяца. В процессе тренировок постоянно нарабатываются навыки, вырабатывается сила, выносливость. И у нас получается все больше и больше трюков. Несколько месяцев упорных тренировок и можно стать самым настоящим акробатом. Между прочим, полспорт признали официальным видом спорта. В программе Олимпийских игр его пока нет, но это только пока. Такими были 7 спортивных дней в жизни Могилевской области. Увидимся, как обычно, через неделю в эфире телеканала «Беларусь-4». Могилев. Занимайтесь спортом. Это была передача «Спорт-М». И так скажите, вы готовы? Да! Отлично! И здесь участок клиента клуба. И так скажите, вы готовы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА